Провели стартовые матчи в Кубке УЕФА, а в отчетном туре чемпионата набрали на двоих всего одну очко. Причем завоевал его Спартак, у которого по сравнению с черно-белыми был лишний день отдыха. Да и соперник федотовской команды Уралан вряд ли всерьез рассчитывал в Москве на победу. Набравшие неплохую форму спартаковцы внешне легко прибрали к рукам инициативу, но гости, привычно забившись в угол, огрызались весьма опасными контратаками. В первые 20 минут у ворот красно-белых возникло три неприятных момента. В центре внимания по очереди оказались Бурченко и Гигиадзе, но краше всех в эти мгновения выглядел Ковалевский. Недостаток остроты у гостевых ворот ликвидировал Павленко, вернувшийся на привычный и, главное, более удобный для себя правый фланг. И уже на 25-й минуте полузащитник издевательски обыграва Спешинского, сделал безупречную передачу в штрафную. Пас этот, благодаря почти однофамильцу Александра Павлюченко, стал голевым. Нападающего почему-то никто не держал, и в результате 1-0. Павленко продолжал заводить спартаковские атаки и дальше. Вот только забить хозяева, несмотря на все старания Пьяновича, Павлюченко и вышедшего на замену во втором тайме Данишевского, никак не могли. Уралан же после стартового всплеска в атаке выглядел совершенно неубедительно. Большинство комбинаций и листинцев убивали то неточные передачи, то бдительные защитники Спартака. Во второй половине встречи красно-белые дали понять, что не прочь оставить все как есть и разойтись по домам. Нельзя сказать, что хозяева ушли в глухую оборону, но в наступление они откровенно не спешили. И достались бы красно-белым эти, в общем-то, заслуженные три очка, если бы не прорезалось у Шалимова, как принято говорить, тренерское чутье. Вышедший на замену Булыга, ничем, по мнению спартаковских оборонцев, не угрожавший воротом Ковалевский, вдруг решил попытать счастье в дальнем бою. И попал в дальний угол, да так, что даже реакция польского голкипера Спартак не спасла. Случилось это на 82-й минуте. У красно-белых уже не было ни сил, ни времени на то, чтобы добыть победу. Хозяевам оставалось пенять на себя, в то время как гости радовались и одному очку, позволившему им покинуть зону вылета.